Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя дорогая азбука. Сегодня 30 октября. Я вот только что говорила о сроках хранения семян. Но я не хочу забывать и описание томатов, потому что многие ждут. Кто-то ни разу посмотрел мой каталог, но ни разу не выращивал такой томат. И он думает, стоит ли его высаживать. Нет, подойдет он мне или нет. Я вот сейчас продолжу описание томатов и хочу рассказать вам о томате Петруша Огородник. Это тоже сибирский сорт. Именно его в первую очередь я хочу выдвинуть, рассказать из всех 300 сортов, вот в первую десятку. Потому что это очень сложный сорт. Сложный сорт, который дается не всем. Многие пишут, что у нас не получается, кроме травы ничего не вырастает. Вырастают огромные пушистые ели, плодов нет. И еще потому, что я сама два года не могла вырастить томат Петруша Огородник. Сейчас расскажу о своих ошибках, какие я допускала, чтобы вы их не повторяли. И чтобы вы поняли, насколько он вроде бы и прост, но почему-то мы не сразу, не с первого года можем найти к нему подход. Сейчас я прочитаю, что пишет о нем производитель. У меня он номер 7, в каталоге под номером 7. Выращиваю я давно, уже более 6 лет, по-моему. Написано. Супердетерминантный сорт, куст штамбовый, мискорослый, высота 60 см. При выращивании в теплице может достигать 1,2 м, томат Петруша Огородник, средний ранний, имея длительный срок активного плодоношения с июля по октябрь. Урожайность до 4-6 кг с одного куста. Куст густой, мискорослый, с обильным количеством завязей, листья сочные, темно-зеленого цвета. Помидор Петруша Огородник устойчивый к таким заболеваниям, как верхушечная корневая гниль, фитофтороз, мозаичность листьев. Потом, томаты сорта Петруша Огородник отличаются обильным плодоношением. Плоды яркие, розовые, овальные формы, удлиненные. Масса плодов 120-200 г, может достигать 300 г. Сорт обладает отличными вкусными качествами, с высоким содержанием сахара. Плоды Петруша мясистые, крепкие, долго хранятся в свежем виде. Вот все, что я сейчас описала, такое же описание имеет сорт номер 34. Это сибирская тройка, только Петруша розовый, а сибирская тройка красная. Но и высота куста, и густота куста, и форма плода, они вот идентичны. Оба сибирских сорта, оба необычайно урожайные, мясистые, и оба очень сложные. Для некоторых, с первого раза. Сразу скажу, вот мой тот способ, по два, в одну лунку, который я очень люблю, вот к этим сортам применим с трудом, сложно. В теплице я его пробовала выращивать, мне тоже не понравилось, сложно. Потому что, знаете, чем сложно? Вот он отличается вот такой вот густотой. Вот действительно, как люди говорят, вырастает огромная пушистая ель. Вот такие вот резные листья, они темно-зеленые, изумрудно-зеленые. Вот такие красивые, очень красивые листва, очень декоративные. Но в теплице нормальные помидоры же как вытягиваются, и он тоже вытягивается, но он не только вытягивается, у него еще вот этих вот пасынков еще больше нарастает. Он делается такой широкий, он делается круглым. Вот как елки делают декоративные, вот действительно так, он делается круглый. И вот много-много масса листьев, листья мясистые, вот такие объемные, все красиво, все хорошо, но много места занимает. Он других забивает, также сибирская тройка, они разрастаются, они загораживают свет всем тем, кто за ними стоит, вот они же рядами. Место отобирает у тех, кто рядом, справа-слева растет и даже заползает на дорожку, но мне не понравилось, как он растет в теплице. Но это не значит, что это сорт плохой, вот кто-то, может быть, его приспособился в теплице выращивать. Я сейчас расскажу, как началась моя дружба с петрушей-огородником, только на третий год я с ним подружилась. Все, купила я пачку, написано, сибирский сорт, новинка, но он еще был в то время новинка, наверное, и вот эти вот плоды-то удлиненные, зеленые листья, там так красиво расписано все, взяла, несу, посажу, посеяла. Такая красивая рассада, но он тоже толстоногий, он толстоногий такой, он в рассаде не вытягивается, листья очаровательные, декоративные, все. Его можно как украшение огорода высаживать. Первый год я его, тоже меня черт дернул, посадила в теплицу. Он начал разрастаться, и как всегда, я всем удаляю пасынки, и ему тоже, вроде как, чтобы сформировать. Решила я его хорошо сформировать красиво, чтобы он наряду со всеми, вместе вот так вот стройно. Короче, я его решила зачесать под одну гребенку вместе с другими, но он не тут-то было. Я обрезаю пасынки, все какое-то время я же не захожу, потом захожу, все томаты стоят нормальные, культурно. Ну, чуть-чуть пасыночки вылезли, я опять постригла, этот опять разлохматился. Я опять, он, короче, сколько я его стригла раз, столько раз он выпускал новые пасынки, он пытался нарастить, или в этой же пазухе вылазили, или образовывались новые, я боролась с ним все лето. И вот только сейчас, с высоты вот всех этих лет, когда я уже дружу с Петрушей Огородником, я поняла, что обрезаю вот эти пасынки, а на пасынках у него находится основная часть урожая. Обрезая активно вот эти все пасынки, пытаясь его приструнить, я удалила весь урожай, который он хотел мне дать. А он же, ему надо дать урожай, он опять эти пасынки выкидывает, потому что все плоды-то они на пасынках висят. Все лето я боролась с этими пасынками, я так устала от этого. Я его обозвала всякими словами и сказала, не буду я тебя больше садить, раз ты такой вот упрямец, раз ты такой, все, убрала я его. Потом думаю, ну все-таки пачка, как производитель его нахваливает, и я читаю там статьи, что кто-то же люди выращивают, но я думаю, ну почему, у меня-то он такой, не такой нехороший. Я его опять на улице высадила. На улице высадила, но нигде на пачке, вот я вам прочитала с пачки вот это вот так описание, нигде на пачке не написано, что если вы удалите пасынки с этого томата, то урожайность будет меньше, что если, например, если пасынки, ну как-то вот надо было намекнуть нам, что это все-таки весь урожай, он почти на пасынках. Но я точно так же, я дала ему немножко побольше места, но все-таки его пыталась два стволика ему оставить, а остальные все удалить. Но ясно, что ничего у меня не это, не очень он меня не поразил своим урожаем, все. Потом, когда на третий год мне принесла уже в рассаде моя знакомая 4 петрушки вот этих, 4 петрушки принесла и дала мне. Я его посадила, и в этот год я куда-то уезжала, я в этот год куда-то уезжала, я ничего с ним не сделала. И когда я приехала, и вот тогда только он мне раскрылся, он лежал, он распустил вот эти свои пасынки во все стороны. На каждом пасынке вот эти вот такие огромные, алые, такие, как форма-то она, и перцевидная, и не перцевидная, и не сигаровидная. Ну, короче, удлиненные плоды, алые, вот здесь написано, что это 300 грамм, они могут быть, они действительно на первых кистях такие крупные, огромные. И вот он разложил вот эти вот свои алые колпачки, не знаю, или как, ну вот эти, короче, плоды. И я удивилась, как много на нем помидор, ну этих томатов, плодов-то именно, почему не было столько в теплице. И только потом я поняла, я посмотрела, что у него основной ствол-то, на нем почти нет завязи. Вся вот эта завязь, все эти цветы, все эти плоды, они на пасынках, которые я 2 года очень аккуратно удаляла. Очень аккуратно удаляла, стараясь сделать из него такого культурного. И вот сейчас, когда мне люди пишут, многие пишут, что он сильно зарастает. Я его всего обчикала, в результате выросло там 2 или 3 плода, он не урожайный. И многие повторяют мою ошибку, именно поэтому я про петрушу огородника хочу так подробно рассказать, что да, это то же самое, как с дамским пальчиком. У меня такая же ерунда была, что дамские пальчики, именно вот все пальцы-то висят на этих, на пасынках. И если мы удаляем, то мы ополовиниваем урожай, а иногда даже оставляем всего 20-30%. Все томаты, они очень разные. Конечно, вот те, которые индетерминантные, которые мы привыкли в один ствол или даже в два ствола, пусть даже детерминантные, вот, например, у нас любимый праздник, он детерминантный, я оставляю два ствола и все, остальное я все стараюсь удалять, именно чтобы дать возможность тем плодам созреть. А петруша этого не любит, вот с ним надо наоборот. У меня есть очень много видеороликов, потому что первые, когда в позапрошлом, в прошлом году все интересовались, как его выращивать. Купили семена, даже многие у меня купили, посадили, а справиться с ним не могут. Он вот загущ, ну как, раскидывается, его не могут никуда приструнить. Я еще раз говорю, что его очень сложно посадить по два в одну лунку, потому что он очень густо облиствленный, он любит вот эти распускать во все стороны свои веточки, свои листики, у него очень обильная листва, у него всего много, но зато потом у него много и плодов. И хочу его похвалить за то, что, да, он урожайный, если к нему найти подход правильный, он даст много плодов, это во-первых. Во-вторых, у него очень продолжительное плодоношение. В прошлом году я снимала видео, по-моему, в конце сентября. Вот эти вот первые, которые пасынки поспели, я обобрала, все, у них закончился урожай, так он снизу, уже когда в конце сезона, снизу умудрился выпустить еще 2-3 пасынка, уже новых, дополнительных, и на них лежали зеленые плоды, я их обобрала, я их занесла, и я обнаружила, что это тот сорт, который при дозаривании, когда он созревает, он не... ну вы знаете, что когда мы зеленые плоды снимаем, когда они вызревают, некоторые трава травой. Так вот он не трава травой, он приобретает вот именно такой томатный вкус, что он не намного отличается от тех, которые вызревают на кустах. Он хорошо долго хранится, и у него очень много преимуществ. И если вы ни разу не выращивали вот томат петруши-огородник, сибирский сорт, я советую вам, ну хоть раз в жизни посадите, поборитесь год-другой, и вы обязательно откроете все его достоинства. Этот толстоногий сорт не вытягивается в рассаде. Его я высаживаю вместе с Демидовым в холодные тоннели, он при подмерзании также может обрастать, листья обрастают, восстанавливаются. У меня петруши-огородник 2 года назад, я его высадила рано, обмерз вообще весь. Даже точка роста, которая... Есть томаты, у которых точка роста, если подмерзает, все, они потом делаются какими-то уродливыми. Этот бесполезно, он не стал не уродливым никаким, потому что у него вся сила в пасынках. Пасынки полезли вот оттуда даже с голого ствола, где были раньше вот эти листья самые первые. Они же потом подсыхают, отваливаются. И вот из этих пазух, из незаметных дырочек вылезли пасынки. Он догнал всех, он дал такой же урожай. И вот если говорить о выносливости, он такой же, как Демидов. Но я не могу сказать, что он неприхотливый, потому что за ним нужен уход. Если его оставить как на самотек, дать ему самому, он может и занять чужое место, он может и зарасти, и закрыть. Я все-таки некоторые большие листья, и опасных я теперь не трогаю, но листья вот эти мясистые, большие, массивные, я в средине лета половину вырезаю. Во-первых, немножко солнышко как-то пробивается сквозь него. А во-вторых, мне кажется, они много питания забирают у самого растения. У него очень много листьев. Все, вот это петруша и огородник. Немножко эмоционально, может быть, не сильно информативно. Но я просто хотела до вас донести, что не все сорта прохладные.